И в штрафной Аринию. Неплохая передача. Удар! Артем Быков сотрясает перекладину. Дубинец на подборе. Борьбу проигрывает и на отличный момент упускает Минская Динамо выйти вперед уже на шестой минуте встречи. Рылыч. Пинцовому Аринию в широкой позиции. Насачивка играет на другой фланг, но делает неточный пас. И Бакич! Бакич перехватывает, бьет поворот. Они пустыми оказались. Но все-таки справляется вратарь у Слуцка. Сам придумал, сам исправил. Его фланг поменьше задействует Минская Динамо. И справа Бегунов. Владимир Хвощинский принимает Никита Демченко! Вот это сейв! Великолепный прыжок вратаря. Струночка! Гирс по правому флангу. И вновь Гирс! Очень сложное исполнение! Юрий Остраух уходит в середину и с правой ноги бьет и забивает Юрий Остраух! Забивает и празднует гол против своей бывшей команды. Отпеть его, конечно, голевой передачи Дмитрия Гирса. Конечно, любимцем публики Кирилл Вергеичек получает мяч штрафной, делает подачу на Даню Гирс промахивается по мячу и прощает таким образом Макавчика и компанию. Подписывайтесь обязательно на YouTube канал Динамо Минск. Ставьте лайки нашей трансляции. Чем больше лайков, тем больше людей посмотрит нашу игру. Евдокимов включается в игру. Евдокимов. Классный пас на Джозефа. Вкат штрафной от Джозефа и под второй темп передачи. А вот кто? Пора бы и вперед сыграть. Абдул также играет вперед на Джозефа. Доходит передача и Владимир Починский не знает, куда открываться. Пас на Антона Путилова. Одно касание, Антон! Антон не довел этот пас. И Щербачеля первым оказывается на мяще. И менялось. Три центральных защитника. Еще и Котов падает ниже. Снова Антон Путилова. Классный пас на Морозова. Морозов бьет. И второй момент для Морозова отличится. Но правда, вне игры где-то там рассмотрел боковой рефери. Стуцкой игроки Динамо свирепо быстро разворачивает на Евдокимова, который оказался в позиции правого защитника. И классная передача. Сброс! Удар Хвощинского! И закручивается мяч. Вы смотрите, как закручивается. Владимир не бил, он пас отдавал. И там, конечно, должен быть пенальти. Но судья не видел, как Джозефа просто убил кто-то из игроков в Слуцка. Вот эта игра пошла. И посмотрите, какая бойня! Как бы до рукоприкладства не дошло. Морозов! Из второго состава в сегодняшней игре. Динамо Миска не хватает забивных нападающих. Врывается Владимир Хвощинский. А кто, если не он, забивной? Морозов третий его шанс. И третий раз в молоко. И неудачно образов действует. Вадим Скривченко, как всегда. Показывает класс. Вы помните его перформанс с аутом. Поставляя ребят в коллектив. Владимир Хвощинский. Пас на Антона Путила. Антон Путила! Вот это голище забивает Антон Путила. И даже не радуется. Как будто когда-то в свое время играл за Слуцк. Но как пробил Антон! Чуть не порвало сетку. Самая перекладина и голевая передача. Посмотрим. Получится ли Булинкин! Отскок и Лупоухов! С огромным трудом спасает ворота. Угловой. Зидан-Зидан берет в 2010. Ван Лофф. В 2014 году тройка Горнакши, Лудько, Луцевич делали вещи вот так. О, спасибо, что помните. Ничего себе! Центр передачи. Разворот Морозов. Путила налево на Девыскиму. Девыскиму! И пустые ворота оказываются пред Евдокимовым! Вот это дебют для бывшего игрока ФК Минска. И получает он по пятой точке от Морозова. 2-1. Минска и Динамо выходят вперед. И второй тайм, конечно... Назад на... Классный пас Евдокимова Морозов уходит и зарабатывает пенальти. Девыскиму разбегается Роман и разводит вратаря. И мяч по разным углам. 3-1. Минская Динамо. 3. Безответный гол во втором тайме. И хорошее настроение у болельщиков Динамо. Девыскиму походу в сезоне может стать решалой. Вполне возможно. Если, конечно, будет играть.